Я хочу, чтобы вас объяснил так, с помощью сфического перекладывания, может, это цирковый арренджмент, может, это цирковая химикензация, доказывать все равно подробно, потому что шар минимизирует первое, собственно, сферическое перекладывание. При этом я пользуюсь по сферическому перекладыванию не доказывает. Давайте, Артем Ильич, судим этот пробел в основном подсколку. Нам понадобится здесь одна такая штука, а я, честно говоря, не знаю, как она называется по-русски. Это называется по-русски по-эриоформу. По-моему, как точно так называют. А это, я боюсь, что это безградный дословный перевод. Я это видел в дорожке, что еще раз делается. Ну, вот и где. Я не могу сказать, что мы ко площади, да? Ну, мы его смотрели, там, тоже уступило, на то, что она. Где? Ну, я его смотрели, там, цирковая фанфисоцифункция. То есть мы уже познали фанфисоцифункция. Нет, я не познал, но мы кое-что имеем. Вы сидите. Ко площади? Ко площади? Ко площади? Ну, вот эта фанфисоцифункция на области, не признанная, скажем. Сипашина, афашина. И вы хотите ее поинкредитировать область. Вот. А еще у вас есть еще какая-то функция на области. И вам хочется какие-то интеркаллы записать, можно с пирмом образом, а именно. Вот хочется ввести, давайте скажем, G от C. Это, значит, поверхность первого проекта, значит, это поверхность уровня фанфисоцифункция. Ну, или там, в двумя одном случае, это единственное уровня фанфисоцифункция. Да, вот смотришь, вот у меня область F, но F у нас, на самом деле, она, наконец, будет можно, в наших фанфисоцифункциях, на самом деле, не очень важно. Вот как у вас устроена жизнь? Вот у вас эта самая область, да, она на этой самой линии уровня F как-то там расслабится. Ну, так, или вы, тогда вы можете выбрать такую систему координат, когда у вас M-1 координат идет, значит, до этих, нагреваемых уровней, а одна, она у вас, значит, менее, состоит, там, и штуки. Ну, как, ну, как, знаете, у вас же для регулярного значения пропуска, то есть это под ногообразие, а так, и тогда, значит, вы в ответ на эти точки, какие у вас есть, значит, под ногообразие, вы можете выпустить конфликсальную координату, конфликсальную координату, можете даже выпустить ее в автогональном уровне, да, значит? Тогда у вас будет, давайте я спросил, значит, D от T, это, значит, мера, это не форма объема, форма, значит, объема, значит, на G от T, ну, вот эти вот линии уровня отличающиеся из-за линии T. Тогда вот, значит, форма объема, она, да, и она движется в автогон. Вот, смотри, давайте, вот если у меня линии уровня просто у линейной функции, да, там, X, скажем, да, какой-нибудь, да, у меня просто вот форма объема здесь на D от T, да, но, смотри, у меня, значит, может быть, грубо говоря, разное расстояние между линиями уровня, да, у вас, значит, у вас есть такая штука, как градиент, градиент, он показывает вас скорость, он показывает вас на уровне убывания, а скорость этого убывания, этого аккурат длина. Так вот, вам, значит, здесь на градиентах нужно разделить, то есть можете взять и проверить явное вычисление, что форма объема у вас тогда будет вот такой. А тогда, значит, у вас будет такая штука, вот у вас предоставленный интеграл от какой-то функции H, D в их координатах, где вы можете иметь интеграл, куда иметься как повторный интеграл, а у вас здесь будет интеграл, значит, самая от инфима F на омега, значит, D у вас здесь будет т Алефт макроf на омега, да, т, F у вас, значит, у вас, значит, не то, что ровно те значения T, которые у вас, значит, это не видит вид, видит вид, видит вид видный параметр T, да, значит, а здесь у вас будет лишь интеграл уже от T, а H или вот эта самая нега. Вот поэтому вот и есть вот такая же формула Ко-площади. Значит, просто вы видите координаты, грубо говоря, которые n-1 у вас идут вдоль поверхности уровня, а t у вас идут, значит, трансверсальные, и вы этот интеграл в этих фигнатах уже писали как повторный интеграл. Значит, это нам очень пригодится. Значит, мне нужно сделать два вычисления. Давайте я сперва применю эту форму, у меня H равно 5 квадрат. Значит, смотри, что у меня будет. Омега, да, и f, а еще будет, значит, шар того же самого объема, да, значит, и фигнические перекладывания. Вот здесь у меня, значит, линии уровня g от t, а здесь я буду обозначать g звездочка. Значит, здесь у меня будет Омега t, это значит, что у меня будут такие точки x, что r от t, что у меня больше t. Вот такие штуки, да. Значит, смотрите, к чему мы идем, если помните. Нам хочется посчитать это, то есть нам хочется сравнить это для доказательства теоремы Фадракана, от решения различия. Да, решения различия. Я думаю, что среди этой интеграуры детефлирующей интеграации длины гигиентов, они на интеграалах квадратов . Интересно. Значит, x, конечно, интеграалность полу омега, значит, это с квадратом dx. Значит, если у нас Фабера-К, это, собственно, нынешний директор, у нее тогда ФАН дает мне ФАН, значит, рекомендуется теория Фабера-К. Значит, она понимает это значение от нуля или какого-то максимума, я как максимум обозначу Т. А здесь будет идти, значит, будет идти интеграл, значит, по ЖАТ, так, значит, на Ф квадрат, значит. Ну, идеальный инструмент тут не буду писать, чтобы не осложнять вещи. Теперь смотрите, это средняя уровня функции Ф, то есть функция Ф на этой штуке это просто константа. Я не могу потом вытащить. Давайте я напишу сейчас формулу К-площади вот такую, значит. Я хочу здесь интеграл, значит, по области О-миго-Т, то есть по этой части, от единицы, да. То есть я истеграли даже так. То есть я напишу, что объем, значит, по О-миго-Т, я напишу. Вы интеграл по О-миго-Т, значит, от форма 1. От форма 1. Так следствие непосредственно. Вместо этого форма 1. Как ДВ, а здесь как ДВ, можно сказать. Свои потери. Ну, а по поводу по площади, это будет что? Смотрите, эта штука, она выглядит очень просто. Ну, после того, как Т-пизайля, так, то есть, что такое О-миго-Т, это там, где Ф, в принципе, предпринимать все значения от Т и до своего максимума, да. А дальше будут покупать интегралы, то самое, от G-А-Т. Значит, нам было F, минус 1, минус 1, D-А-Т, D-Ф. Возьму и супредеференцию. Д-Ф. От М-А-Т. С минусом, так сказать. Почему с минусом? Потому что Т-эпы нижний. А теперь давайте я заметил одну такую штуку. Смотрите, у нас просто-таки по определению сферического перекладывания у нас объема разных объема уголовных звездов. Мы в этом весь смысл сферического перекладывания. Поэтому их производные тоже будут равны. А из этого, посмотрите, что интеграл по звездочке от Т от Т от В. То же в силу, в силу, в силу, в силу, в силу. А теперь мы можем их писать так. Значит, у меня будет интеграл. Значит, соответственно, это Т. А дальше смотрите. У вас же на уровне вот этого самого значения S совпадает с значением S' . Значит, здесь будет тоже звездочка в квадрате. А здесь мы пишем интеграл по звездочке от Т от В. А здесь мы пишем в силу. А так вот это целоматно. У нас же он интеграл по звездочке от Т от В. А здесь мы делаем только как в квадрате на форму А. Значит, это собственно для некоторых делается того, что это будет так. То есть, у него, как бы самое, после этого обсуждали эти идеи, если вы представляете себе интервал, как интервал пинпега, то это, по сути, здесь и делается. А вот более хитро так поступить с интервалом грехли. Вот, с интервалом грехли. Значит, тогда сейчас я хочу взять H, который может у нас вот такая штука. Тогда, значит, чего надо делать? Значит, вот, если я напишу вот интервал, то есть полонка от вот этого дела. Да? Дальше я воспользуюсь, значит, на этот формулой каплощик. Вот, с тымами, как вот с парами. Вот, с интервалом. Значит, вхажаем. Привет. Посмотрите, что у нас будет. По формуле каплощик, эту штуку нужно умножить на двину в первой степени. Вот, потому что у нас двину в первой степени. А ты смотришь, что я приезжаю сделать. Я хочу взять и рассматривать совершенно поразительное тожество. Не поверишь просто. Вот. А дальше, что я хочу сделать? А я хочу взять и проинтегрировать его и применить реальство Каши-лепуска. Ну, что мне нужно? Я хочу взять и проинтеграцию Каши-лепуска 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 Каши-лепуска. Так, начинка. Ну, это самое пронатывание решения Каши-лепуска Каши-лепуска Каши-лепуска. Окей. Интеграл, значит, тогда у меня вот какая-то штука, значит, что она в степени, значит... Угу. А теперь смотрите, у меня же g от t, это граница вот этой самой омега t, у меня такой, у меня точно такой же объем, как уже звездочка t. Возьму, значит, эту вот эту штуку, как у меня, это значит, g звездочка t на t, а эта штука у нас, она только что была, и мы знаем, что это будет интеграл по g звездочка t на вот эту штуку. А теперь смотрите, что замечательно, у вас на g звездочка t длина вот этого вектора постоянно, вверх это вертится, а длина его электрической симметричности постоянно. Вы посмотрите, что у вас длина g звездочного константа, а поэтому генеральность к ошиблению вовства для генеральность, чтобы у вас будет равенство. Когда? Когда у вас, значит, угол между этими векторами 0, а угол между константами 0, поэтому у вас, значит, обязательно вот эта штука, для звездочка t, значит, на d на t, а в квадрате, это просто произведение. Ну тогда у вас здесь просто делится. У вас остается здесь просто вот эта штука. Ну тогда, значит, мы можем смело проговориться с вот этого правильства, да? Собственно, например, надо плавать до N, а вот вот это, значит, что у нас так, у нас сняли мира, потому что вот эта штука, потому что вот эта штука была, а эта вот больше раунда, чем раунда, а вот такой штука. Ну это-то у нас в собственности раунда гирида, как мы уже знаем. Ну это-то, значит, раунда гирида, что у нас тогда отношение раунда гирида, а вот это гирида гирида, а вот это гирида. Вот, значит, мы знаем, что вот это у нас равно соответствующему интегралу для эстетического птика, а это больше равно. То есть это больше равно, чем соответствующая штука здесь. Да, вот эта гирида. Значит, по вот этой вот гирида гирида, значит, квадратия гирида. Это что такое? Это у нас, значит, повышение раунда для эстетического птика. Ну и, значит, вы как раз помните, замечалось то, что нам понадобилось для доказательства теоремы Фабера-Крама. Значит, мы что сказали? Значит, пусть у нас есть область уни, да? Унижение раунда – это, значит, первая собственная функция. Да, тогда, значит, у нас цепляция дебеша. Тогда у нас грамма 1, значит, у нас равнялось отношению к гирида гирида на этот самый F, а это, значит, у нас больше равно, чем отношение к гирида гирида психического перекладывания, так? Ну, а значит, что мы знаем, что первое собственное число, оно не больше отношение к гирида гирида до любой функции. Поэтому это у нас, значит, не больше, чем первое собственное число этого самого Шара. То есть это такая легкая часть Фабера-Крама, ну, как прав, вы видите, что это делается на каком-то так новом, доступном еще, который показалось, ну, понимаете, немножечко анализ, немножечко дифференциальных двигателей. А вот доказательство единственное – это фоксионное. Поэтому, значит, мы его опустили, но это такое дело в детстве. То есть, оказывается, что если у вас здесь есть равенство, то тогда у вас эта штука – это будет шаг с точки зрения до множества моментов. Вот я забыл взгляд. Ну, если это называется «капасити», так сказать, емкость, что-то я не знаю, в общем, до емкости емкости. Это не меня. Это несколько другая. Вот. Значит, смотрите. Я думаю, поскольку обсудим с вами еще раз химическое перекладывание стандартных стандартных двигателей, там эта вещь такая хитрая, как я вам говорю, почему? Потому что, ну, как, вот здесь вы живете, скажем, в плоскости, поэтому симметризовать просто. Знаете, у вас фаза плоскости или, по сути, есть вращательная симметрия, поэтому ясно, значит, где живут функции после сферического перекладывания. А на нагоразии вообще, понимаете, у вас может не быть сферической симметрии или симметрии, опять, от вращения относительно России. Поэтому вопрос тогда, а как вообще симметриизовать, да, как функции могут быть в симметрии? Ну, там, поэтому эта конструкция, она будет хитрой, в чем-то, потому что у нас здесь омидо и омидо и омидо и точка, они живут в то же самое пространство. А там у нас играют, значит, по ременному нагоразию, строят другое ременово нагоразие, у которого симметрии уже есть, да, значит, и его социалистические сферические функции с первого, они живут на... это дело, что это пресложное, поэтому мы его отложим до того, как мы вызовем. А сейчас мы, когда начнем, собственно, реализовываться в сторону референтальной генеметрической ситуации, мне кажется, что мы с вами пообсудали какие-то элементы, крайне полиметрии, какие-то проценты, и нам надо, как это называется, в случае мира, в случае. То есть, что мы хотим сегодня делать, мы хотим вспомнить какие-то там теоренты, и попытаться успеть отразить теорему в Токарпасе, то есть, по сегодняшнему, здесь у вас нет. Ну, вот, 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 не в фидровом пространстве, то у вас, вот, вот, в Ахмад, это меняется очень просто. А если вы находитесь на именно вам благодать, то у вас, на самом деле, верна там и самая формула, только вам нужно, главное сейчас определить, что такое ингредиент, и что такое градиент. То есть, градиент-то просто. Значит, градиент функции, значит, это у вас нет. Значит, ну, вешаная позиция, значит, это какое-то, значит, такое референтное поле, что-то, значит, это такое референтное поле, что у него, когда вы приблилили с другими 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 полями, это у вас просто, значит, дает комьюнер. Ну, я думаю, что все поле меня знают. Я думаю, что это, это такое, это такое, диверсенцию, диверсенцию, нужно взять, и, на самом деле, посетить. Правильно это делать так. Давайте, значит, я смотрю, это связано с девичевиком. Значит, никаких других связанностей у нас нет. Тут у нас есть стремное благообразие, а на нем связано с девичевиком. Да, ну, я думаю, что это так. Вот давайте я посмотрю на такую штуку. Вот у меня есть, значит, верферное поле Y, да, и я хочу сопоставить ему две диверсенции. Верферное поле это некоторая функция. Как это происходит? Ну, нужно сделать так. Назвать вот отображение, которое X отображает квалиантную полиплодную гиглика вдоль X. Вот, профиксировано на гиглике это линейное отображение. То есть, края-то полиплодная по вот этому, значит, непонименному оно линейное. Это линейный оператор просто. А смену отмета можно взять цвет. Вот это вот и есть дверь. Значит, если вы вдумаетесь в линейный скотч, то будет поднести сумма производных. Как так выглядеть? Значит, работать по следам, в общем-то, не очень удобно, не очень фактичная штука. Поэтому на самом деле когда нам понадобится что-то вычислить, то мы будем делать так. Мы будем держать какой-нибудь основномерный базис в бедных войнах. Значит, базис в бедных войнах над какой-то областью. в район сечения на тунии на в бедных в бедных войне, то есть такая штука. Нужно брать колярное заболевание изболевание 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 и изболевание вестр 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 значит, в единственном случае будет получаться нужная формула для регулировки. Значит, я хочу сейчас доказать самую простую фазу, о том, что на граммализе валерная минимальна, тогда это когда-то, когда кандидатная функция гармонически. Но для этого, значит, не понадобится говорить о минимальности, значит, валерационный подход к минимальности в следующий раз, а в следующий раз это значит, что нормальная цель не переведена. Значит, для знакомых чётко нормальная цель не переведена и так далее. Вот смотрите, вот пусть у вас есть подмаграбазь и именно подмаграбазь, тогда у вас, значит, здесь есть метрика, а наталья это тоже есть метрика, да, то есть у меня эти окажения просто, значит, индуцированные факты. Значит, что, значит, здесь у вас есть связанные леничные литы, а здесь у вас тоже есть связанные леничные литы. То есть как они вообще связаны. Ну, значит, что, значит, давайте мы рассмотрим на такое поле проекта, которое в точке x у меня, значит, провинция к касательной областанцовки xM на касательную областанцовку xM. То есть здесь у меня есть точка xM, да, у меня в точке xM касательная областанцовка xM должно касательная областанцовка xM. Так, например, здесь можно. Значит, а это у нас октагональный проект. То есть вы, на самом деле, легко взять, если не доказать вот такую формулу. То есть у меня есть фигма касательной областанцовки xM, для них верно, конечно, как найти их производную, значит, для их производной, значит, чтительной областанцовки xM, производной на N. Значит, эта формула, она легко, в общем, доказывается. Почему? Потому что легко проверить, что вот эта штука, она обладает всеми свойствами проекта производной, и так далее. А она согласована с метрикой, это тоже такое, как говорится. И она симметрична, а поэтому тогда, значит, по теореме Девичевиты симметрическая согласована с метрикой статусом, она единственная. Поэтому, значит, это она идет. А тогда можно опять написать такое разложение. А вот эта штука, это, кстати, только что в воздухе, это у нас связано с ее лечением на N, а вот эта штука, это то, что называется, это штука, это вторая подразличная форма, да. Значит, когда нужно будет подчеркнуть, что это вторая подразличная форма, относящаяся к вложению N в N, здесь будет, кстати, эта форма N в N. У нас сегодня будет и ситуация, когда у нас там три дистанта, и еще раз от этого будет, когда немножко подразличная форма в сфере сферовой арании. И она сферовой арании. А может так не важно. Значит, еще раз, чего вы скажете, это такое, может это доказать пске, что эта штука, она длиннее, да. Она длиннее и поэцей, и поэцей, и поэцей. И поэцей, она симметрична. И, то есть, это симметрическая, длиннее форма, и вы просто смотрите, она понимает, что у вас в нормальных метровых пайках. Это сферовой арании, то есть если я сейчас ловлю пляг, Она, собственно, в каком-нибудь точке X, она, значит, слушает два касательных детства крем, а в другую нормальную детство, в точке X. Значит, как она связана с той стороной генетичной формой, которую она могла получить в... вот так... Это классическая дифференция генетичной формы очень-очень просто. И когда у вас есть примерная поверхность VATI, и у вас есть M, то есть единичная форма нормальная, то у вас вот эта вот страивная форма, да, это будет нормальный вектор, а у вас будет нормальный вектор с пропорциональным M. Да, так вот у вас, в целом, такая страивная форма, это классическая стандартная вторая генетичная форма радио-эклассической дистанции. Это объясняется, почему эту штуку ее тоже называют страивной генетичной формы. Это совершенно естественная вещь. Почему? Потому что у вас, если что-то там к размерности один, то тогда ее действительно можно считать значениями в числе. Это будет после переменения формы на этой пространстве. А если у вас размерность большая, то тогда, то есть она у вас действительно абсолютно значена, но это не значение в нормальных векторных помехах. Вот, и здесь есть такая важная штука, значит, это свет в второй генетичной форме, мы будем обозначивать свет, то есть если у вас есть основная унивается, это будет просто, значит, сумма вот и, а, и, 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 и. Вот это нормальная среди генетичная форма. В классическом случае, это просто средний звезд 0 может на R, как объясняет ее название. Это нормальный текст, который в классическом случае просто нормальный звезд 0 может на средний звезд 0. Поэтому, значит, это называется нормальный звезд 0. Уход на габардию. Значит, еще раз, значит, это уход именно на следующий стекло звезд 0. То есть, если мне надо тут подчеркнуть, он записает, что это нормальный звезд 0. Значит, тут есть одна штука, которая и нам понадобится, и сегодня. Значит, как я Вам уже говорила, есть такая штука, соответственно, как минимальный обмен на габардию. Грубо говоря, это маска 20-20, но сейчас это значит следующее. То есть, я возьму его и чуть-чуть пошевелю, то его объем только вырастет. Немалый. То есть, это обучение герберидической. Значит, следующее, локально кратчайшее. Это значит, что? То есть, если Вы возьмете герберидическую, затем все мы делаем в том, что мы рассмотрим все возмущение, а то герберидическое будет кратчайше. Значит, в первую очередь, начнем. На данном случае, нужно будет делать так. Вам нужно просто делать, как фиксировать некоторую консуру, и можно вообще только внутри этого устройства. Это важно. То есть, так как герберидическое, если вы будете учить условия фиксирования, поскольку в двух концах у Вас ничего не будет. То есть, то, что герберидические условия фиксирования, ну ладно. Например, это же не верно, что у Вас, допустим, экватор кратчайший на сфере. Почему нет? Потому что вот она кратчайшая, вот так взяли вот так, и потянули в полюс, и он там, значит, сжался в точку. Поэтому, если просто герберидическое это кратчайшее, то, конечно, он упустит. Это не кратчайший. Это кратчайший сфиксируйте какой-то породчик. Потому что это так же и есть, если что угодно. Вот. Значит, то, что мы пробуем делать все лично, это значит улучшение о том, что минимальность, минимальность, значит, n в t, это означено тому, что где-то нормальный и средний герберидный равен 0. Значит, в реальность 2 это просто значит, что у Вас средний герберидный. То есть, там называются минимальные поверхности, где там видят рисовать какие-то, там, нынные пленки, там, и все такое прочее. Значит, нам сейчас интересно знать это. Давайте мы сейчас сделаем обувь. Вот, смотрите. Мне хочется работать с хоризонатными инстинциями, там, вот, вот, у меня есть m, ну, t, это попало, который нам сейчас, в частных случаях. Частный, 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 частный случай, когда у нас в Садной Горазии уехали два пространства. Вот здесь есть когнатные функции, значит, если я помню, то, что это небольшое. Мне с ними сейчас все такое все сделать. Ну, смотрите, а есть очень удобный случай записать все эти когнатные функции вообще. Вот, смотрите. Давайте выберу микроэпторио-мидио. Я рассматриваю знакомство на сверху X. Это просто столярная позиция X и A. Вот, если я в качестве вектора A буду брать стандартный базис в R, это встанится в буквенной воздушности когнатной функции. Смотрите, давайте мы сделаем так. Вот у меня есть E1 и так далее, En, это стандартный базис в касательных верхних полях на n, а через epsilon 1 и так далее, epsilon n, это будет стандартный базис в R. И вот эта функция, с помощью нее удобно делать вычисления, касающиеся из 7. То есть, сначала мы подсеркнем, то есть, если вы понимаете, вот так, то у вас не будет доступен для этой ордина. Поэтому, если у вас такая штука, вам удобно работать, чем у нас с фрезератной функцией. Вот, мне хочется взять и понять, как устроен LAPLAS для рабочих институтов. Причем LAPLAS наряду. Вот у вас есть и NM, позиционный из вложений, и есть и LAPLAS. Ну, давайте мы начнем с последующего вопроса. Вопрос. А вот, чем у аренд региенту такой функции? Может быть, она приведет, что шатка не так. Таким. Именно в целом, как там, он доткарям, а не поднялся. Не? Не? Ну, человек, а кто будет с региентом, а ты выступил на руку, на ПТС? Или у нас... Видите? Посмотрите. Ведь вектор А, не обязательно касательных L, а градиент на А. Это же касательные веки? А. Приятное представление на ГОНИК, она, ну, как проекция. Правильно. Правильно. Идетное вычисление, говорит о том, что градиент на А. А, градиент на А. Это жительство, на самом деле, проектов. Почему? Ну, потому что, это было пределение гублянных, вы видите. А я знаю, что у меня такой вопрос вентальный, значит, на F, то есть на M от F. То есть минус дивергенция, то есть дивергенция F, значит, будет у меня минус дивергенция F от A. А. Угу. И дальше что? Значит, у нас, у нас была форма, как вот минус, сумма по всей ночи, от 1 до N, от выточки высокорядного произведения георитова, и вырубляет, например, на 2 СТ. Локальный, он снимает эти точки, может быть, его добавленного вообще нет. значит, квариатный производитель, опять-таки, на M, вдоль георитова, от P, от A. Угу. Ну, смотрите, мне, мне очень нравится это выражение. Почему? Потому что A, это веков постоянный, он прекрасен, и динфицирует его одно удобство. А F от A, это переменный веков, потому что он в разных пушках полетируется на равной площади, на равной площади, может быть, скрутит и колбасит в себе, всячески так. А поэтому, давайте, я так, я хочу перекинуть это, дифференцировать. веков. Смотрите, что, значит, у меня, значит, у меня, будет такая штука. Я напишу, что это у меня, значит, сумма, по E, я не буду сказать, пожалуйста, это от 1D, а всегда от 1D, значит, это, минус сумма по E, от производной вдоль и металла, в этой штуке. И, может, например, там снизу. Выбираем, производная, то есть, сумма по E, а тут у нас будет, производная, здесь. Ну, почему? Я знаю, что вот эта штука, в силу согласованности квадратно-производной метки, это значит, большинство квадратно-производной от этого на это, плюс S на квадратно-производной от этого на. Это не разум. Почему? Потому-то, вот, смотрите, это касание инвекторов. Поэтому, если я разложу как P, а так, то есть нормальную компоненту, нормальный компонент ее присутствует с этим вектором это 0. это не значит. Поэтому я могу это это вектор вытянуть, у меня ничего не, у меня ничего не имеет. Потому-что, еще одно, то есть, когда кредратно-производная нормальная компонент А, фига, это будет твой, а не октагональный. то есть, вот, у меня есть сумма фига и, значит, у нас. А здесь на а. А здесь будет твой, то есть, вот это же. А здесь то же самое, у меня же кредрные палеозланные на M, то есть, результат это касательный вектор к M. Поэтому то же самое, я могу здесь выключить. Примерно, посмотрите, это постоянная штука, склянная грязь, тоже постоянная штука, поэтому для этого у меня это всего-то, значит, будет квадратная производная, то есть самая обычная производная битва вдоль гитва, плюс вот это штука. А теперь смотрите, давайте я напраснула ту самую разницу для случая, когда у меня подмогообразие в РМ. Тут у меня стоит просто производная битва, это значит, что у меня возглавляет только в РМ. Тут будет вторая фрекологичная форма, которая у меня относится в РМ. Смотрите, у меня вот стоит это минус вот это, и вот это минус... на то же время. Смотрите, вот это вот минус это, это минус... Вот это то, что-то. Если я это перечину вот сюда, а это вот сюда, да, то у меня будет. И я могу... Поэтому у меня получится такая штука. Это минус, минус, сумма по И. А здесь у меня, значит, будет Д. А здесь у меня, значит, будет С на А. Угу. А теперь я пишу, что... Так, это у меня просто... Значит, я просто... Это минус, здесь будет сумма, как Б, минус, сумма на А. Вот смотрите, это почти нормальный средний тензин. Мне кажется, что это минус нормальный тензин. Угу. Угу. Конечно, что у меня вышло? У меня вышло, что... Вот, у нас, значит, монстрем, отводя при выставной тензинской, он считается вот таким... Прелестным образом. Тогда смотрите, что у меня будет. Вот, если у меня... Где-то нормальный средний тензинной, т.е. если у меня М и минимальное многообразие В, тогда это значит, что у меня вот эта функция гармоническая, и это для другого А. В том числе, все хорегнатные функции у меня гармонические. Наоборот, представим, что у меня все хорегнатные функции гармонические. Тогда у меня вот эти штуки гармонические до любого А. Да почему? Потому что это просто комбинация хорегнатных функций. Тогда у меня ноль для любого А, тогда эта ноль для любого А, тогда у меня нормальный средний тензинный ноль. Гормальный средний тензинный ноль. Значит, это вот на гармонии у меня минимальный. Вот такая штуки гармоническая. Я думаю, что М, можно сказать, что М минимально. Я думаю, что это относительно тому, что у меня это штуки один ограниченный ноль, и так далее различный тензин, ограниченный ноль, гармонический. Это такой известнейший… То есть для поверхности в Р3, для генера, в проекте в РТ, мы добавим там классический, классический результат, и специальный генер, в самом начале 19-го века. Что у нас, значит, поверхность в Р3 минимальная, тогда я не только знаю, когда их все генера, это гармонические функции. Сейчас я тебе подчеркну. Вышки для Апландска В3 на… Естественно, то, что они гармонические для Апландска В3. Это не вопрос. Это очевидно. Вот. А вы смотрите, наш интерес дальше следующий. Что значит А? Во-первых, давайте введем переформулировку. У нас есть М, живет внутри РН, на нем индустрированная метрика, и есть, как, например, функция. А давайте я посмотрю на это с другой точки зрения, что у меня есть какой-то М, один, и я его отображаю в РН, и беру обратно индустрированную метрику. Да? Значит, что у меня будет? У меня вложение будет осуществляться с помощью функций, которые будут с сопротивленностью вот, 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 и, кстати, именно, XM. Да. А метрика обязательно обязательно индустрированная. Это что значит? Это значит, что у меня это изолентрия. Так? Поэтому я могу это написать сразу. Значит, что у меня... Сейчас. Значит, пусть у меня, значит, это изолентрическое погружение. Значит, пусть у меня это изолентрическое погружение. Верно следующее обстоятельство. Тогда у меня, значит, это самое F. Верно следующее обстоятельство. Это вот минимально в РН. Верно следующее обстоятельство. Значит, далеко в Африке вот эти самые конструкции гармонические. То есть, можно говорить о том, что, значит, если у вас есть изолентрическое погружение, то тогда, значит, это... То, что оно минимально тогда и только тогда, когда это изолентрическое погружение гармоническими функциями. Преугольная изолентричность здесь, оно важное. Почему? Потому что мы же здесь рассматриваем M в инвестиционный метод. Значит, а... Ну, смотрите. У нас же гармонические функции это частный случай собственных функций. собственным числом Y. Так ведь? Вот. А вопрос, а что будет, если это собственные функции собственным числом Y? Да. Вот. Потому что, что будет, если у меня вот все эти самые X-эты, да, все эти... В цикле данных функций, они собственные функции с один и тем же собственным числом Y. Ну, мы сейчас дамы у нас, где-то чуть более сложные, значит, в физическоме, так, а тут я уже, не знаю, что не забыл, что сейчас оно несколько хитро, а вот так вот, а вот так вот, не успоко, не на пичкар. Ну, значит, на то, что мне с тем займется с реаниматацией, давайте... Значит, я буду говорить, что у меня X. Это у меня столбец под X и X, да, а через X и X я буду обозначать в столбце их, значит, их... Да, поэтому мы сейчас смотрим на любой, не обязательно с этим вот условием, да. Значит, смотрите, вот мы уже знаем, что вообще вот вот если у меня F это X на A, тогда у меня верна такая расходная. Вот. Это можно... Тогда у меня, значит, можно взять и написать ее таким образом. Вот если я знаю, что у меня это же только собственное, тогда это значит, что у меня вот это вот равно вот это вот. Это равно Ямда на вот вот это. Потому что вот D, 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 F это вот это, вот силуэт, два Ямда, это вот, это абсолютно реальная штука, да. Вот, а у меня повитвольное, да. Поэтому у меня тогда есть возможность, и у меня есть вот такая штука. Это примерно 1-ая сумка на нормальскую инфизию. Ну, а теперь давайте мы заметим одну вещь. Я готовлю, а нам надо. Как вы думаете, чему это равна? Что-то производное в той векре. То есть вы взяли значение в точке, где высадят в векре, и мы значили в точке, где здесь бит. Ну, слушайте, если вы радиусы этого сдвинете, если вы сочинете на яид или выщите, но вам это самый яидный и будет, собственно. Вот тут эта формула, в которой нет никакого... А вот этот трюк, ради которого нужна бумажка. Давайте я на первую цену обозначу через м маленькое, тогда вот смотришь, вот м у меня, я думаю, что это а1, потому что тогда я получу а1 м раз. Это меня не просто представление, я совершенно консультирую, без шуток. А на каждый день я получу шуток. Я думаю, что делите как основированные баллицы в этих полях на а1. И что это такое? И просто а1, на а1, на а1, на а1. Это производная икса вдоль елитова. А икс это у нас что вообще? Икс это радио спины. Что тебе иксы? Спустя, у нас точка на ел? А икс это радио спины? Да. 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 Вот елита это вот эта штука, а икс у меня вот вот эта штука. Я думаю, это константа. Я ее через дифферензирование могу вынести. Сейчас, а что же это вообще означает, что дифферензирование равно? Ну вот этот вектор равен этому вектору. Вот вектор нормальный, надо вот взять и вот это самое вот. Сейчас я не могу понять, что это означает. В смысле... Сейчас вы видите. Это означает чудо. Нет. В смысле вот в пластьянах f это функция, это x, да? А теперь мы будем строить. Еще раз говорю. Икс это у вас столбец из функции. А дельта икс это тоже столбец из функции. Это тоже радио сверху. Мы все эти два пластьяны собираем в столбе. А вот там f равене это равно x, а? Ну вот если это равно этому, то у вас это правда. Это мы вычислили. Как бы как говорили то. Поэтому если вот эта штука стоп, то есть если r это собственная функция, то вот это равно этому. Смотрите, а здесь праведвольное. Поэтому на самом деле эта штука, она влечет, смотри, такое равенство между векторами. Смотрите, ну сами перенесите все это в одну часть. У вас будет, что явно x минус z умножить на а это ночь для любого а. Это значит, что вектор z минус явно x это ноль. Тогда у вас, то есть между этими функциями, есть вот такое вот соглашение. Это отношение, да. То есть что, мы выехали вот сюда, и это едва какая? Эту производную, а x будет как вето. И что у меня выглядит? У меня выглядит такая штука. Сейчас, значит, где-то штука. Я уже цеплялся. Здесь минус зима хватит. А тут, если мы будем вето умножить на один момент, производной вето вдоль вето. Угу. Угу. Я не обманывал. Если думаете, что у меня сошлось. Да? Ну, давайте мы эту концентруем еще. Угу. 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 Давайте я сделаю свой лук с пересидыванием производной. Угу. Угу. 1 грамма, значит, если бы то, значит, будет с метрою, значит, производной ампинизмом от этого, значит, плюс, плюс 1 ямпо с производной ампинизмом от зипа. Но смотрите, этот цвет отшатательный, а этот всегда нормальный, поэтому вот это скалярное произведение у меня на 1 грамма. А теперь вот смотрите, что здесь происходит. Эта штука, это нормальный вектор, поэтому вот здесь, если мы разложим сумму касательного плюс нормального, выше ведь только нормальная часть. А кто у нас нормальный вектор, который пришел? А это стараются обычные формы. А поэтому, посмотрите, что у нас вышло. У нас вышло. То веки просто 1 грамма, да, у нас в стойнице, или 2 грамма, или 2 грамма. Это очень простая. У нас вышло. И еще 2 грамма. Это 1 грамм, и уменьшение грамма, и в полотенце, и на 1 грамм, и на 1 грамм, и на 2 грамм, и на 1 грамм, и на 1 грамм. Это уже интересно. А еще более интересно дать. Сейчас помните, что верно вы по этой равенству. Смотрите, у нас тогда длина х это 1 на лямбда, значит, на длину зер. Значит, это что такое? Это будет корень из лямбда, корень из m подвезет на лямбда. Это будет корень из m подвезет на лямбда. И это константа. Смотрите, это значит, что у вас m обязательно лежит на сфере вот такого равенства. А тогда вас это соотношение совершенно не удивляет. У вас в сфере действительно нормальный, а соотношение радиус вектор. Угу. Следовательно. Значит, у вас m обязательно лежит внутри сферы. Размер с m минус 1 радиус 100 r. То есть где-то там радиус у вас корень из размерности m подвезет на собственное число. Значит, маток сейчас, как говорится, это такой-то замечательный оттенок. Если, значит, длинула и проординатные функции, значит, на m являются собственными, скажем так, одним и тем же собственным числом лямбда, То есть, значит, у вас m обязательно лежит внутри, значит, сферы с радиусом r, значит, где у вас этот самый радиус, где лежит у вас отразмен m и вот этого собственного числа. Угу. А теперь мы начнем дальше, потому что я хочу... Вы знаете, еще один ошибательный факт. Оказывается, что у вас это m будет минимальным в этой сфере. Вот смотри, то есть у вас есть функции гармонических, тогда у вас это вознаграждение, оно минимально в r. А если они у вас не гармонические, а, собственно, с некоторым количеством лямбда, то у вас тогда m обязательно лежит в ней в России и минимально в этой сфере. Значит, чтобы это вычисление сделать, нам понадобится сейчас написать одну штуку. У нас, например, у нас m лежит внутри этой самой сферы, а эта штука лежит внутри m. Ну, по данному я напишу три представления соответствующие, которые я уже писал. Значит... Это у нас стандартное разложение в этой полизводной и второй точной формы для вложения сферы в r. Дальше я напишу то же самое для вложения m в r. А дальше я напишу точно другую штуку для вложения m в сферу. Значит, это просто другое дело для трех равных пахов. Да. Вот и теперь, по-другому, если я вложу не что-то обложил, то мне кажется, что страйк на различные формы m в r. Это у меня сумма, вот такая, это сумма, когда страйк на различные формы m в r. Существует... Здесь страйк на различные формы m в r. Вот такая, у нас страйк на различные формы, она у вас, на самом деле, адективная относительно вложений. А, в принципе, можно было проще сказать? Ну, можно было вообще сказать, что это очевидно и действительно очевидно. Это просто значит, что, на самом деле, что спроецировать с rn на m, это то же самое, что спроецировать с r на сферу, а потом с r на r. Но после всего этого вы и так просто там вычислить, отложить и будет вам счастье. Значит, зачем мы это делаем? Потому что я хочу продолжить то вычисление, которое у нас было. Да, значит, вот мы с вами, значит, в какой-то момент вычислили, что у нас для наших любимых функций, которые мы очень любим, которые нам уже принесли сколько счастья. Да, что для них есть у нас лапа и термины. Верите, почему это нормальные среди них видны? М в ВТР. А я хочу сейчас воспользоваться какой-то этой штукой и избрать больше информации. Верите, что это значит, что-то забудет, а будет раздобут. Значит, давайте мы вспомним, что это у нас будет минус, значит, с университетой пи, форма, значит, r, с университетой пи, значит, с университетой пи на а, в принципе, это минус нормальный среди них видны. А теперь я ее просто разложу вот в эту вот сумму, значит, в том, что у меня тогда будет, значит, у меня тогда минус, с университетой пи, значит, с университетой пи в сфере. А тут, значит, у меня будет сумма пи в форму, где, конечно, с университетой минус, с университетой пи. Вот, а дальше вот эту штуку очень легко вычислить. Почему? Потому что, вот у вас здесь будет только производное вдоль гендах. Это значит, что на самом деле вы можете взять сечение двумерное, порожденное, там, значит, нормальным инвектором и свести это все к охоренности. Смотрите, у вас где сечение сферы плоскостью двумерной, если вы подразделили нормальную сферу в данной точке веке, или кроме гендах, то вот эта штука может совпадить, у вас с вычислением для окружности. А давайте мы его сделаем. А, это совсем не сусловно. Это совсем не сусловно. Вот, рассматривай, вот у этого окружность радиуса r. Значит, у меня, значит, у меня r с фи, r с фи, r с фи, r с фи. Скажите, это цвет альхимичный длинный? Нет, он длинный r. Понимаете? Поэтому у вас e1, это будет 1 дектора на директор дектора. Да. А, вторая вещь, которую нужно знать, это, что у вас вторая производная по фи. То есть, что такое будет. Если вы подифицируете еще раз, это у вас будет просто минус r с фи. Это просто минус f. Так вот, это все, что вам нужно знать, на самом деле. Почему? Давайте я навяжу сейчас b от e1, e1 для окружности радиуса r в r2. Да? Значит, что мне понадобится? Значит, проекция на нормальную плоскость от производной, значит, вектора e1 до e1. Это просто определение второй предоточной формы. Да. Но смотри, что у меня такое e1, e1? Это просто, значит, a1 на r, d r по дыщу. Значит, я 1, d1 на r квадрат, и это счет. Здесь 1, d1 минус p. А здесь что у меня будет? Этность будет у меня d по дыщине. А, мне нужно его подифицировать еще раз вдоль вектора d по дыщине. Это просто будет вторая производная. Ну, смотрите, у меня же радиус вектор, он нормальный к окружности. Поэтому проекция к нему это будет просто он сам. Поэтому я думаю просто, чтобы я был просто 1 на r квадрат на минус 1. Все. Вот как у меня, на самом деле, очень просто устроили эту самую штуку. Угу. Поэтому, значит, что у меня столкнули, что у меня столкнули здесь. Значит, вот не в минус. Вот в этой штуке, что-то в этой штуке, это будет нормаль средней тенизны n в сфере. Так. А вот, значит, минус на минус, это будет плюс. Смотрите. Таких слагаемых у меня будет n штук. Значит, мне каждый из них выкинет r квадрат. А здесь у меня будет разница в двуме. Угу. Угу. Я сейчас... Смотрите. Вот эта формула, которая вообще в общее ситуации всегда верна дела такой функции. Вот дело такой функции всегда верно вот у кого тратиться. Давайте. Значит, вот дегерма. Значит, если f от x равно x на а, то тогда у нас Лаплата. Какой-то f это сентрального минимума, значит, нормальной среди принятой m в сфере радиуса f, значит, плюс m на r квадрат на x на а. А вот теперь давайте мы посмотрим на тот случай, который интересен нас. Нам интересен случай, значит, включить у нас, значит, лям до f. Да? Это слово, да, смотрите, нам нужно сказать лям до f. Так ведь? Равно. А что мы здесь минус, значит, вето m в сфере, значит, на а минус. То есть, мы знаем, что здесь это темно, тогда это пишет в сфере. Так? А ее радиус, ну, то есть помните, ковмит m на лямбда. Да? Давайте мы это вычтем. Значит, m на r квадрат. Это будет, значит, m на ковмит m на лямбда на r квадрат. Это будет m на лямбда на r квадрат. И это будет лямбда. Поэтому здесь появилась табанда a, а так. И задача. Это сокращается. Ветер a приводный, значит, цель цивилизма у нас вот эта самая нормальная среди цивилизма. 0. И это дело в минимальной сфере. Значит, мы... А выставляли, смотрите, пусть эта штука у нас 0. Тогда d за r равно... Вот такой вот штуки. Это же у нас исчезнет. Это значит, что r собственная функция с вот таким собственным числом. Так ведь? И тогда у нас окажется то же самое равенство. Поэтому Анатолия вновь и докладывает эту самую теорию токахаси. И токахаси, как вам говорят, тут сложный вопрос, как передавать русские буквы и лепности фоники. Значит, теорию токахаси. Значит, в одну сторону это звучит так. Значит, если m внушении дырянь, и для другого и, значит, эта штука у нас 0. То, значит, m внушении дырянь, и для другого и, значит, m внушении дырянь, и для другого и, значит, m внушении дырянь. А в одну сторону, то есть время следующее. Значит, если у вас m, значит, внутри сферы и минимально, значит, в двористой сфере. Следовательно, у вас для любого пиля вот эта штука равна лямбе из сферы, значит, где у вас лямбе равна, значит, соответственно, что надо возвести в квадрат, значит, у вас будет размерность m поделить на квадрат. Сейчас, а вот здесь координаты, они там любые или? Нет, это стандартные координаты m.r.l. А дальше то что? А дальше то, что стандартная, которая в прошлый раз, ее можно записать для изометрического погружения. Да, 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 да. А вот это так, собственно. Значит, у нас есть f. Здесь у вас, значит, есть f, которая имеет компоненты f, и так далее, fn. Подражение m, значит, n, изометрическое погружение. Идентическое погружение, значит, собственными функциями с собственным числом лямбе, значит, то есть у вас, у вас вот эта штука, да, то тогда, то тогда, значит, f от m внутри, значит, сферы и минимально. И, значит, у вас, значит, у вас, значит, если есть изометрическое погружение, изометрическое погружение, изометрическое, это минимальное погружение, изометрическое погружение, изо synthesает, там, то, чтобы у вас United Way Янгер revamp mat, 式 highlyupunctoм И, значит, я по-друге картосер Diamond. И надеюсь, там возможно, как вы не знаете эту pgathוא�jono, это лишнее всего с чем-то R и R и R. В Torova Eric, но какой-то. Ладно. Значит, на этом мы сегодня покончим. Мы увидели, что у нас внутри спорта окружения собственными функциями, они часто связаны с минимальностью. Дальше мы увидим, что еще более поразительный факт Верина оказывает, что именно эти метрики, которые у вас индуцируются на R, вот этими штуками, они являются экстремальными для собственных чисел. То есть если вы хотите искать метрику, на которой максимизируется собственное число, то они все будут получать вот таким, вот там очень сложная теорема, в неделю, в неделю, в неделю, в неделю, в неделю и в неделю и в ЕСУФИИ, и я в уменьшу свое время на обсудить. Попросы есть? Да. Все нормально. Все нормально.